В Екатеринбурге сотрудники отдела розыска Свердловского ГУФСИН сумели изловить 31-летнего разбойника Романа Галиаскарова, который вошел в криминальные аналы Урала как самый невезучий налетчик на банке. Кто-то спросит, а что это вдруг разбойника нашли гувсиновцы, а не полиция? А дело в том, что невезучий налетчик находился в розыске после того, как не явился в суд на приговор с домашнего ареста и от правосудия сбежал. Вот потому его и нашли гувсиновские розыскники. И опера справились. Где конкретно они Галиаскарова изловили, пресс-служба ГУФСИН не сообщает, но известно, что в отлове невезучего участвовал пенитенциарный спецназ Россы. Применение физической силы и спецсредств при крепеже клиента не потребовалось. Пресс-служба ГУФСИН сообщает, что невезучий налетчик знал о том, что заочно осужден и потому тщательно скрывался, не задерживаясь подолгу на одном месте. Но все-таки в каком-то месте бедолага, видимо, задержался и его приделали и отправили за решетку по решению Кировского районного суда. Кто-то несведущий спросит, а в чем, собственно, заключается невезучесть этого разбойника? Мы о нем в свое время рассказывали, но в связи с вопросом от зрителя, чувствую, нужно напомнить. Первый свой налет на банк Галиаскаров совершил 19 августа 2019 года, еще в доковидную эпоху. В тот день он в кепке, очках и пластырем на левом глазу, аки-пират, зашел в отделение Сбера на смазчиков-3, что в пионерском поселке, и, угрожая кассирше муляжом гранаты F1, потребовал наличные, коих в кассе было 2,3 миллиона рублей. Кассирша восприняла лимоночную угрозу реально и, опасаясь взрыва, выскочила из кассы. Потеряв доступ к налу, налетчик тупо удрал. Во второй раз Галиаскаров пошел на дело почти через месяц, 13 сентября, там же, на пионерке, заглянул в убрир на учителей 8. На сей раз он был в строительной каске, в оранжевом жилете, в медицинской маске, это уточню сентябрь 2019, маски еще не в моде, а в руках у налетчика были ненастоящие лимонка и пистолет. На сей раз кассирша не убежала, а нажала растревоженную кнопку. Понимая, что граната не взорвется, пистолетик не выстрелит, а охрана вскоре реально приедет, Галиаскаров и во второй раз из банка убежал, без денег, коих в кассе, кстати, было 5,6 миллиона рублей. Две попытки разбоя и обе мимо, поэтому и невезучи. Опера его долго вычисляли и нашли по ДНК. После второго налета невезучий выбросил в помойку каску и жилет, а на них оказалось его ДНК. Опера вещдоки нашли и каким-то макаром Романа Галиаскарова отловили. И скорее всего полицейские были очень недовольны тем, что они долго с трудностями клиента ловили, а суд его не закрыл в СИЗО, а оставил под домашним арестом. В Кировском суде Екатеринбурга приговор Галиаскарову вынесли в июле текущего года, но на решающее заседание он не явился из-под домашнего ареста, и его заочно приговорили за вооруженный разбой в особо крупном размере к 11 годам зоны строгого режима. После этого невезучий залег на дно, где-то гасился, метался с места на место, но с его везучестью он долго не мог скрываться от правосудия, и потому вчера где-то на просторах Екатеринбурга попался гусиновским разыскникам, но и отъехал на 11 лет на зону, как Фемида прописала. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам, станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Чаремета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята, вместе мы выстоим.